Здравствуйте! В эфире обзор прессы. Как обычно, мы подготовили для вас самые интересные публикации прошедшей недели. Газета «Советская Чувашия» вновь поднимает тему льгот на капитальный ремонт. Напомним, пожилые жители Чувашии старше 70 лет отныне получают новую льготу – компенсацию ежемесячных взносов на капитальный ремонт. В зависимости от категории получателей скидка составит от 50 до 100%. Закон в Чувашии вступил в силу с апреля 2016 года. На этот раз издание публикует интервью с министром труда и социальной защиты Чувашии Сергеем Дмитриевым. Компенсация расходов на капремонт пожилым пенсионерам предоставляется при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. При этом собственники жилья, имеющие право на эту меру соцподдержки, обязаны ежемесячно в полном объеме платить взнос на капремонт, отмечает министр. Подробности читайте в «Советской Чувашии». Большой детский флешмоб, бал дошколят и праздники в парках города стали главными мероприятиями 1 июня – Дня защиты детей. Как сообщает газета «Про город», детская утренняя зарядка на заливе собрала более 10 тысяч дошколят. Свидетелем события стал глава города Чебоксары Леонид Черкесов. Сегодня у нас большой праздник – День защиты детей. Первый день лета и первый день каникул. В первую очередь хочу пожелать нашим детям здоровья, чтобы в эти летние дни они хорошо отдохнули и с хорошим настроением вернулись осенью в детские сады и школы. Эстафетную палочку уже в парке Лакреевский лес принял вице-спикер Чувашского парламента Николай Малов. Для меня этот день всегда был началом большого праздника летних каникул. Это золотое время встреч с друзьями, незабываемых путешествий и настоящих приключений. Наша задача, чтобы это время для наших детей воспринималось именно так. Тему летних каникул продолжает газета «Грани». Издание предлагает школьникам совместить приятное с полезным и летом подзаработать на карманные расходы или на какую-нибудь приятность, например, велосипед. Возможностей предостаточно. Школьников ждут как муниципальные службы, так и представители бизнес-структур. А служба занятости подготовила специальную программу, согласно которой работающие подростки могут дополнительно к своей зарплате получить вознаграждение. 1275 рублей в месяц. Купаться разрешается. Газета «Чебоксарские новости» сообщает. Пляжный сезон в городе открылся раньше намеченного срока. Погода чуть ли не под 30 градусов жары. Уже в середине прошлой недели поманила чебоксарцев на Волгу. В администрации города старт сезона решили не откладывать. Тем более, что все четыре прибрежные зоны уже готовы. Водолазы расчистили дно, коммунальные службы завезли песок, а на набережной центрального городского пляжа значительно сократится количество автомобилей. Какие еще нововведения ждут любителей пляжного отдыха в Чебоксарах? Читайте в «Чебоксарских новостях». Мы продолжаем следить за боевыми листками политических сил. На очереди очередной выпуск партийной газеты «Единой России». Из полезного здесь опубликован полный список лидеров, прошедшего предварительного голосования. Из интересного – очередная серия фирменного комикса, в которой рассказывается о том, кто все-таки выиграл на «Праймерис». По версии издания, победителем стал «Мишка», обогнавший своего главного конкурента – серого волка. Газета «Аргументы и факты» предлагает уже сегодня задуматься над недалеким будущим. Издание сообщает, жители Чувашии могут стать волонтерами на чемпионате мира по футболу. С 1 июня стартовал набор волонтеров на первенство мира 2018 года в России. Как сообщают в Минспорта Республике, для проведения чемпионата необходимо набрать более 15 тысяч волонтеров. Основные требования – ответственность и знание английского языка. Напомним, наша республика отобрана как тренировочная база участников Чемпионата мира по футболу 2018. Набор волонтеров продлится до конца этого года. На сегодня у меня все. Увидимся через неделю. Пока!